МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги недели. В студии Евгений Симкин в Центре внимания сегодня. Белым снегом в Розаевке обвалилась крыша жилого дома. Перекрытие не выдержало обильных осадков. Жертв нет, но квартира верхнего этажа затопила, люди разъехались по родственникам. Почему розаевские коммунальщики не чистили крышу от снега? И кто теперь ответит за все? Свадьба в кредит республиканского масштаба, анатомия государственных закупок региональной власти. Кто хочет банкет за 6 миллионов рублей? Сколько наших денег тратят на картины в подарок дорогим гостям? Как заработать сотни тысяч рублей за пару часов? И почему в условиях высокой долговой нагрузки руководство региона устраивает пир во время чумы? Ждем гостей. В июне на Мордовии-арене сыграют сборные России и Сан-Марина. Что мы знаем о стране, все население которой умещается на нашем стадионе. А футбольная команда известна чудовищными поражениями. День рождения Николая Меркушкина. Кто пришел с подарками к первому главе Мордовии? Откуда присылали телеграммы? И сколько было телефонных звонков? Наш эксклюзив 10 канал пригласили туда, где обычно снимать не принято. Новейшая история Мордовии. Мы листаем самые сложные страницы биографии Николая Меркушкина. И смотрим уникальные записи саранской студии телевидения, которые четверть века никто нигде не показывал. Дом Мордовского Родена в Баеве музея Степана Эльзи вырос еще на один зал. Сколько это стоило, кто профинансировал, и почему ради народного скульптора можно потратить любые деньги? В конце выпуска об экономике искусства и финансировании памяти целого этноса. Розаевка в центре внимания. Там в конце недели рухнула крыша жилого дома. Главный вопрос, почему коммунальщики не убрали снег, вес которого и не выдержала кровля. В ночь с четверга на пятницу в Розаевке обрушилась кровля трехэтажного дома. 20 человек остались, в прямом смысле слова, без крыши над головой. Непосредственно пострадавших нет, но квартиры залило кипятком. Дело в том, что система отопления установлена на чердаке, и трубы не выдержали натиска обрушившейся конструкции, но и лопнули. Пока есть только предварительная версия, почему крыша вдруг решила сложиться, как карточный домик. Произошло это по причине того, что маурлаты, видимо, были закреплены недостаточно крепко, под нагрузкой снега они разъехались, в связи с этим произошло провисание и частичное обрушение кровли. Частичное обрушение – это почти 200 квадратных метров, а та самая конструкция, что уложена по периметру стен и служит основой для крепления стропил, не была зафиксирована вовсе. Несмотря на то, что пострадавших жильцов нет, ввели режим чрезвычайной ситуации. Разрушенную кровлю обещали в течение суток разобрать и залатать, насколько это будет возможно, конечно. Сегодня мы планируем оперативно восстановить страпельную систему, рухнувшую из части кровли, временно накрыть баннерами, временно, и уже также команда дана, чтобы заготавливали материал на строительство практически новой крыши для этого жилого дома. Новую крышу, как, в общем, и капитальный ремонт, в старенькой трехэтажке 83-го года постройки обещали в 2023 году в соответствии с программой. Возможно, это тот случай, когда нет худа без добра, и все случится гораздо раньше, пока людям предложили временное жилье в санатории «Надежда», но желающих поехать туда не нашлось. Тем, чьи стены пострадали от горячей воды больше всего, власти обещают материальную поддержку из специального фонда. Ровно, как обещают управляющие компании «Рузаевки», привлечь ее к ответственности, как минимум за то, что плохо чистили крышу от снега. Вот она и рухнула. На сайте государственных закупок всегда можно найти что-то интересное. Это вообще очень полезный инструмент слежки за властями. Так, на торжественные обеды, например, «Республика» намерена потратить порядка 6 миллионов рублей. Суммы того же порядка пойдут на покупку часов с гравировкой от главы Республики Мордовия. Вообще, через госзакупки проходят почти все торжественные мероприятия с участием первого лица региона. Дни светотехников, промышленников, учителей, врачей, соцработников, вручение грантов и грамот. За организацию каждого из таких мероприятий бюджет отдает пару-тройку сотен тысяч рублей. Юлия Пырунова нашла самые одиозные примеры и сравнила цены на госзакупках с ценами нормального человека. Каждый год чиновники прогуливают миллионы рублей на госприемах. Программа в центре внимания решила выяснить, какие суммы из бюджета будут проедены на вечеринках разной степени пышности в этом году. Ведь на еде и напитках дом Республики экономить не будет. Региональная власть, не стесняясь, публикует суммы на сайте госзакупок. Вот только одна из них. Наименование объекта закупки. Оказанию услуг общественного питания при проведении официальных мероприятий. Стоимость 2 миллиона 12 тысяч рублей. Услуги общественного питания за 2 миллиона рублей. С точки зрения гражданина, которому не чуждо посещение столовой, пытаемся посчитать, сколько же это удовольствие в банкеты налогоплательщиках. Мы идем в обычную столовую с добрым названием «мастерица», где повар Валентина считает, сколько не чиновников можно накормить праздничным ужином на 2 миллиона рублей. На банкете на сумму 2 миллиона рублей мы можем накормить 1600 человек. Там будет входить нарезка мясная, овощная, рыбная нарезка, салатика, два салатика, а потом еще закуски холодные. И горячие. Да, горячие. Труд поваров и официантов, и уборщицы, которые убирают, все это учитывается. Свет, газ расходуется, все это, электричество, все это идет, все это учитывается. Пока повар объясняла, сколько стоит праздник для обычных граждан, чиновники выложили еще одну закупку на сайте. Цитируем. Наименование объекта закупки, оказание услуг общественного питания при проведении официальных мероприятий. Стоимость 4 миллиона 500 тысяч рублей. Для региона с колоссальным госдолгом это выглядит несколько расточительно. Но мы же не скупердя и какие, чтобы на родных чиновниках так экономить. Хотя одного лишь застолья маловато будет, надо же гостей подарками одарить. Иначе это не праздник, а банальная пьянка получается. Вот и заказы. Разумеется, за счет налогоплательщиков. Страсть к календарям, блокнотикам и прочей макулатуре мы даже не будем рассматривать. Посмотрим на более дорогие презенты, например, часы с гравировкой. Здесь, как говорится, все зависит от фантазии. Профессиональный ювелир-гравер Игорь Иванкин занимается своим делом больше десятка лет и согласился рассказать нам, из чего складывается стоимость часов с гравировкой. Понятно, что цену продукта в первую очередь определяют сами часы. Заказчик же решает, какой будет гравировка. Мастер сразу предупреждает, назвать конечную цену можно только после того, как определятся ключевые детали заказа. Стоимость гравировки зависит от металла гравируемого и от сложности файла, который подготавливается. То есть, если это простой текст, то, соответственно, цена будет ниже. Если там какие-то добавляются узоры либо фотографии, то это, соответственно, будет уже дороже. Но вообще расценки для надписи на часах начинаются с 350 рублей. И зависит, собственно... И зависит уже от сложности, да, то есть от объема работы, от сложности файла. Чтобы был понятен весь процесс изготовления гравировки, мастер специально для нашей программы выбивает герб Саранска. Чиновники любят такие символы. Почему-то не покидают ощущение, что покупка стандартных часов со стандартной гравировкой за несколько нескромных миллионов рублей для республики с исполинскими долгами нецелесообразна и дороговато. Не жалеют денег в Доме Республики и на корпоративные подарки самые любимые презентаты ведомства – ведомству. Это картина. Чтобы понять, во что обойдется жителям Мордовии любовь госвласти к искусству, обращаемся к профессиональным искусствоведам. Они ведут нас по финансовой части торговли прекрасным. Точнее, по арт-салону Сюлгама. Это все мордовские художники. Те, которые имеют статус, звание, член Советс Художников России, член Советс Художников Мордовии, член Международной Федерации ЮНЕСКО, художников рисунка и графики. Если миниатюрка, вот такого плана «Ангел» Владимир Шалдымин, автор этой работы, то она стоит 650 рублей. Более большого размера, миниатюрка, она стоит 1300. Вот начиная с 650 рублей и заканчивая 105 тысячами. Сколько десятков миллионов рублей зарасходуют наши чиновники на подарки и банкеты до конца 2019 года сейчас не сосчитать. В феврале мы уже отчетливо видим отметку в 10 миллионов рублей. Почему затягивать пояса и терпеть должны исключительно налогоплательщики, не сообщается. Но мы почему-то уверены, в условиях кризиса эти миллионы для Мордовии явно не стали бы лишними. Юлия Парунова, Артем Руденко. Программа «В центре внимания». На неделе стало известно, что летом в Саранске сыграют футбольные сборные России и Сан-Марина. Впервые после чемпионата на Мордовии в арене состоится матч, куда не надо будет насильно тащить бюджетников. Итак, 8 июня, это будет суббота, у нас большая игра. Первый домашний отборочный матч сборной России проведет в Саранске. Соперник сборной Сан-Марина. Что это за страна такая? Начнем с географии. Республика Сан-Марина со всех сторон окружена Италией. Это очень небольшое государство, но площадь меньше, чем у Саранска. Население 33 тысячи человек. Меньше, чем, например, в Рузаевке. И меньше, чем умещается зритель на Мордовии арене. Скорее всего, множество сан-маринских фанатов на улицах Саранска мы в июне не увидим. Но полстраны на отборочный матч точно не поедет. Поэтому будут наши. Сборная Сан-Марина – одна из самых молодых. Ранее футболисты этого государства играли под итальянским флагом. И только в начале 90-х получили спортивную независимость. Футбольная история Сан-Марина по большому счету – это череда громких поражений. Сан-маринцы проигрывали многим. Россия – 7-0, Нидерландам – 11-0, Украине – 9-0, Черногории – 6-0, Англии – 5-0, Швейцарии – 4-0. Получается, что матч в Саранске с высокой вероятностью станет для нашей сборной победным. Однако не стоит забывать, россияне страшны своих импровизаций. На неделе поздравлений принимал Николай Меркушкин, первый глава Мордовии и специальный представитель президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Телеграммы, письма и звонки поступили из множества российских регионов и зарубежных стран. Многие известные в республике люди прибыли поздравить Меркушкина лично. О том, что он сделал для Мордовии, можно говорить очень долго. Сегодня мы вспомним, пожалуй, самые сложные страницы биографии Николая Меркушкина. Создать репортаж, который вы сейчас увидите, помогли наши коллеги Маргарита и Александр Шаиновы, легенды республиканского эфира. В 90-е годы они работали на Саранской студии телевидения и сохранили уникальные видеозаписи, которые сегодня снова на экранах, спустя больше, чем 20 лет. Историю Мордовии, как начиналось созидание, вспоминаем вместе. Это Саранск, улица Коммунистическая. Сейчас остановка называется театр, опера и балета. Те, кому сейчас меньше 40 лет, вряд ли четко помнят, какой в первой половине 90-х была Мордовия, ее столица. Весь этот мрак на видео лишь внешнее проявление глубочайшего кризиса в политике, экономике, социальной сфере, который тогда поразил регион в самое сердце. Кто был тогда у власти, даже жители Мордовии до конца не понимали. В какой-то момент случилось так, что у региона оказалось два кабинета министров. Съемки из Белого дома. Господь министров не пускают на рабочие места. Маргарита Шаинова, известный тележурналист, уже откровенно смеется над милиционерами, которые выполняют чей-то странный приказ. Таких эпизодов, очень точно иллюстрирующих жизнь Мордовии в тот период очень много. Перед самым 9 мая в 93-м году на Советской площади Саранска случилась трагедия, упал вертолет. А вот кадры с осенней ярмарки, что развернулось на большевистской. В стране в моду входят китайские тапочки, которые в народе быстро назовут «Спи спокойно». Кожаные куртки, как символ причастности к авторитетным группировкам. В обиходе появляется слово «аукцион». Номер 1302. 550 тысяч рублей. 550 тысяч рублей. Два. 550 тысяч рублей. Два. Три. Объехать. Один из старейших жанров информационного телевидения «Опрос на улице» в те годы обретает новые политические черты. Выражения качества жизни тогда толком еще и не было. Но все равно в каждом первом интервью людей буквально прорывает поговорить о кошмаре круглосуточно окружающим нормального, в принципе, человека. С продуктами трудно. Все дорого, а хочется детям что-то получше купить. Ни во что, никому я не верю. Нельзя уже ничего измениться. Ничего не изменится. А как же тогда жить? Как жить? А мне стало жить очень немного. Все дорого. Все дорого. В магазинах все дорого. И детей, как говорится, дети маленькие. Хотя бы уж детская одежда и детское питание не было бы таким дорогим. Не надо повышать на хлеб цену. Зачем повышать на хлеб цену? Это основной продукт для всех людей. Знаете, простой пример. Мы не будем говорить экономически, а в первую очередь. Какая власть кому нужна? Вот идете вы, извините за нискором, тебя изнасиловали, избили, зарезали все. Да что это за вор? Ни в одной стороне в мире не найдешь такой. Пусть они в первую очередь порядок наведут. Мы даже не говорим экономически, а порядок. В нашей республике неразбериха, власть не поделят никак. Вопросами, социальными вопросами никто не занимается. О народе никто не думает. Ни Верховный Совет, ни президент. Беспорядок в республике. Николай Меркушкин, с 91-го года возглавлявший фонд имущества Мордовии, в 93-м становится лидером Мордовского республиканского экономического союза. Это общественно-политическое объединение остававшихся в республике здоровых сил. В экономический союз вошли руководители крупнейших промышленных предприятий, сельхозобъединений, переработки. Все, кто понимал, что регион катится в пропасть и краю все ближе. Вот как тогда оценивал ситуацию Николай Меркушкин. Республика оказалась в очень тяжелом положении. Положение значительно тяжелее, чем у наших соседей, чем в целом по России. Очень много политиканства, возни политической. Вот мы не смогли сделать так, чтобы здоровые, прагматические, то есть люди, способные реальное дело делать. Поэтому, может быть, из-за этого снова приходится баллотироваться. Интервью для телевидения или газет Николай Меркушкин давал достаточно редко. Существует всего две полчасовые записи из 93-го года. И на одной из них прямо в кадре, кажется, начинает формироваться главный лозунг о будущей Мордовии. Главные слова ее золотого века. Мы должны получить согласие. В обществе согласие. Но согласие разумное. Согласие, которое должно все-таки люди, объединившись вот на этой основе, должны смотреть в будущее. Наши дни. Утро 5 февраля. Николай Меркушкин принимает поздравления с очередным днем рождения. Первые уже поступили. Ему звонят, пишут, присылают видео поздравления. Вот, например, Михаил Ковшов. Личность легендарная. Прошел путь от дежурного по станции Оренбургской железной дороги до начальника Рузаевского отделения дороги уже Куйбышевской. В 1984 году был избран председателем исполкома гурсовета народных депутатов Саранска, а через 5 лет стал первым зампредом Совета министров Мордовской республики. Сегодня он передает в адрес первого главы Мордовии и бывшего губернатора Самарской области, заслужившего статус народного, свои теплые слова. Николай Иванович талантливый руководитель. Он много сделал для развития республики Мордовия и Самарской области. Сегодня, в день его рождения, я желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия всей его семье, успехов в труде на благо России. Я хочу поздравить Николая Ивановича с днем рождения, пожелать здоровья, долголетия, благополучия, успехов во всех его делах, ну и счастья. Сызранский блогер Сергей Зацарин и, что пишет в живом журнале под псевдонимом Крымза, опубликовал поздравительный пост. Во время губернаторства, кстати, Николай Меркушкин особо комплиментами не баловал и авансами не хвалил. Спустя время стало понятно большое видится на расстояние. Сейчас, когда с того дня, как он оставил нашу область, прошло уже полтора года, подостыли эмоции, ушла шелуха и стала можно трезво и непредвзято оценивать результаты пятилетней работы Меркушкина на нашей земле. Результаты эти видны все отчетливее. Он работал, делал свою нелегкую губернаторскую работу, добывал деньги, строил, латал старое. Самое главное, Меркушкин всегда смотрел вперед в будущее, умел планировать и осуществлять среди тех, кто привык жить сегодняшним днем и сиюминутными своекорыстными интересами, кто любое планирование на годы вперед считает никчемным прожектерством, это выглядело как вызов. С днем рождения вас, Николай Иванович. Спасибо за все, что вы сделали для Сызрани. За дороги и тротуары, Ледовый дворец, ФОК, Диализный центр, отремонтированный театр, за речное сообщение, которым мы хоть немного успели попользоваться, за те надежды, что вы нам подарили. Пусть многое не сбылось, но это было прекрасное время. Время надежд. Пусть сбудутся ваши мечты. Тем более, что вы, как никто другой, умеете притворять их в реальность. Поздравлять лично те, кого по праву в Мордовии называют командой Меркушкина. Вот прибывает премьер Владимир Сушков. У него всегда подарки со смыслом. Зная ваше отношение к футболу, здесь вся история мирового футбола, кроме 18-го пока. 18-го нет. Наверное, новое издание будет. Да, такая тяжелая и очень замечательная книга. Ух ты, у меня такой нет. Точно хочу сказать. Я думаю, что да. И тут много интересного. Да, так точно. И футболисты, и тренеры, и все. И лучший, наверное, да, 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 да. Это вся, не только Россия. Да, весь мировой футбол, так точно. Так точно. А тут вот Анюку сразу появился. Вот он, вот он, вот он. Ну да. Самарский. Да, я понял, понял. Спикер регионального парламента Владимир Чебиркин тоже не пропускает важную дату. Я хочу еще раз поблагодарить за ту огромный вклад, в которую вы внесли в становление, как я говорю, рождение новой нашей Мордовии. Спасибо. Она с тех дальних ребёнок начала и также динамично двигается вперёд. Спасибо. Это всё было заложено. и сегодня вы анализируете, подсказываете, потому что такой громадный опыт, потенциал надо использовать не только на благо республики, но и на благо всей России. Спасибо за всё. Владимир Чебиркин долгое время руководил электровопримителем, так как и на других предприятиях региона очень хорошо знают, насколько непросто было сохранить в Мордовии промышленное производство, которое в первой половине 90-х практически остановилось. Руководители заводов и представители рабочих в этот день спешат к Николаю Меркушкину, первому главе Мордовии, который сумел обратить экономический вектор республики из падения в рост. Коллектив телевизионного завода помнит о той роли, которую вы сыграли в ваше решение в возрождении завода, поэтому мы всегда рады видеть вас на нашем заводе в любое удобное для вас время. Спасибо. С днем рождения. Встречи с соратниками постоянно прерывают телефонные звонки из других регионов России и ближнего, и дальнего зарубежья. Из Кадошкинского района приехала отделя Колесникова, руководившая этой территорией и создавшая в глубинке преуспевающие сельхозпредприятия. Сегодня она поздравляет Николая Меркушкина и благодарит ВОЗу программу газификации региона, которую Мордовия реализовала, как ни один другой регион. Знаете, как народ говорит, из всего Харьба, что Владимир Ильич дал электричество. Николай Иванович дал тепло. Тепло – это прогазификацию Мордовии. На вторую половину девяностых и начало нулевых пришлась реализация большой газовой программы в республике. Голубое топливо дотянули до самых отдаленных сел и деревень. Вот у нас природный газ. Пожалуйста, пользуйся. Кто мечтал, что у нас горячая вода? Вот колонка стоит. Вон микроволновый. Это все городские условия. Облегчение фантастичное. Ну даже 30 лет у нас мечтали, никого не было. Газбаллон когда было, вот два места бегаешь за газбаллоном. А теперь вот топи, пожалуйста. И так с 2000 года именно тогда здесь, в деревне в Армазейке Большегнатовского района зажгли факел. Геннадий Плотников вспоминает, как к ним приезжал Николай Меркушкин и как для каждого нашел свои слова. Окружили его простые мы люди. Вот как я с вами разговариваю и с ним можно разговаривать. Никто нас ничего не говорил. Что хочешь, то скажи, говори. Ну как-то ну как деревенский мужик разговаривать с ним можно свободно. Мне вот это очень сильно поразило. Эта деревенька со всех сторон окружена лесом. Самая настоящая глубинка. Про такие места в сказках пишут. Север Мордовии совсем рядом граница с Нижегородской областью. Говорят, знаменитые Муромские леса на самом деле простираются и до этих мест. Геннадий Андреевич сравнивает регионы со своей точки зрения. Мордовия у нас не такая Нижним Новгородом сильная республика. А проезжал месяц по Нижним Новгороду. Нету газа. А у нас есть. У нас под 15 дворов поселки есть и там тоже газ. У Геннадия Плотникова крепкое хозяйство, за которым глаз да глаз. Он по-деревенски откровенно делится своими заботами. Как сажал в березовом лесу елочки, как летом надо мед качать. Своя пасека все же обязывает. А потом вспоминает, как много лет назад впервые услышал три слова, которые определили жизнь республики на долгое время. Есть порядок, там и дело есть. Естественно, если порядка не будет, какой там уже порядок? Ни работы не видно, не будет, ничего. Порядок, и понятно, созидание, и согласие. Согласился, все понятно, я согласен с этим лозунгом, естественно. А потом уже дома, подбирая слова для поздравлений, Геннадий Андреевич приходит к по-человечески простой и понятной аналогии. Нас подталкивает как-то. Николай Иванович, вот я думаю, такой человек. Вот по снегу пройти разов десять, и кто прошел, могут даже этот след забыть. А где Николай Иванович пройдет, один след, за ним уже люди пойдут. Вот он какой человек. Сейчас хочется ему руку пожать. За то, что он сделал нам. Вот просто пожать по-человечески. В это время в Саранске череда поздравлений. Во время каждой встречи еще и обмена мнениями по текущей ситуации в экономике республики и на каждом конкретном участке работы. Народная артистка России Александра Куликова пришла без букета, но с новой песней. Она про новые верхи с и малую родину Николая Меркушкина. Но послушав, понимаешь, что спела Куликова на самом деле про всю Мордовию. Эпоха Меркушкина. Именно так стоит называть годы, когда он руководил республикой и превратил Амардоев в регион-лидер. Именно в эти времена мы научились работать и добиваться лучших результатов, владеть с соседями и выстраивать отношения с федеральным центром. С именем Николая Меркушкина связаны глубинные перемены в жизни республики. И об этом важно помнить. О Степане Эрзе или, если угодно, о Мордовском Радене мы рассказываем часто. И вот новая тема. На родине великого скульптора в Баеве, это Ордатовский район, открыли новый зал в доме-музее. В культуру вложился сенатор Владимир Летюшкин. Новый зал стоит порядка 5 миллионов рублей. Так нужно ли вкладывать деньги в то, что не приносит прибыли? И почему на этом лучше не экономить? Ответ у Константина Курбатова. Главный зал музея изнутри отличался от простого краеведческого лишь тем, что кроме предметов крестьянского быта времен жизни Эрзи и сценного здесь личные вещи Степана Дмитриевича и его фотографии. Так было до конца декабря минувшего года. В дом-музей к нам часто приходят дети, школьники. В этом зале мы рассказываем о жизненном пути и творчестве великого скульптора Степана Дмитриевича Эрзи. И подходя уже к выставочному залу мы как бы открываем дверь в сказку. На площади чуть более 70 квадратных метров целых три десятка скульптур, копии великих произведений великого творца, уместить которые получилось при помощи новых технологий. Но об этом чуть позже. Скоро экспонатов будет еще больше, но даже эти немногие видели. Новость о расширении музея только набирает обороты. Я не скажу, что посещаемость слишком большая, но где-то 250-350 человек в месяц здесь постоянно у нас бывает. Кто они? Так, это и просто люди, которые едут и по навигатору видят, что здесь находится дом, и здесь Степан Эрзи заезжает. Это и школьники, это и пенсионеры, это какие-то организации, которые уже устраивают такие вот туристические маршруты для своих рабочих. И просто люди. Стоимость копийного фонда примерно 2,5 миллиона рублей. Он был подарен селу еще более двух лет назад членам Совета Федерации Владимиром Летюшкиным, уроженцем Ордатова. Скульптуры стояли в местном национальном культурном центре, и когда об этом начали узнавать местные жители, заговорили в ближних районах, начался настоящий музейный бум. В прошлом году было принято решение строить новый выставочный зал, деньги на который снова предоставил Владимир Летюшкин. Создание зала обошлось уже более чем в 3 миллиона рублей. Кратчайшие сроки с мая по октябрь месяц возвели вот такое большое прекрасное здание, выставочный зал Дом музея Степана Дмитриевича Эрзи. И уже к дню рождения 8 ноября сюда перенесли все работы, все скульптуры вот этого копийного фонда, и люди начали посещать. Музей начал работать, выставочный зал начал работать. В любом музее главное не стены, а его содержимое. Глядя на копии работ самого Эрзи, тем более на его родине, просыпаются особые чувства даже у здешних сельчан. Они рады, что их музей хранит, а теперь еще и приумножает. В наше село приезжают очень многие, очень, именно посмотреть на эти скульптуры, посмотреть, проникнуться еще раз талантом этого замечательного человека. Это огромная национальная гордость, что мы живем в таком селе, и дети наши, они тоже любят посещать этот музей. Точные копии скульптуры изготавливают в Саранске. При помощи 3D-сканирования и 3D-печати можно воссоздать произведение искусства с большой точностью и аккуратностью. Копии практически не отличаются от исходного материала, и благодаря таким технологиям могут оказаться доступнее, независимо от того, в какой точке мира находится оригинал. Сейчас свет от приборов попадает на камеру, на две камеры, которые расположены друг по другу на расстоянии. Таким образом, камера получает трехмерную модель, которую я вижу на экране. Сканируется не только форма, но и текстура, цвет передается на создание этой модели. А насколько важен цвет? Он очень важен для создания 3D-модели, для музея. Чтобы виртуально посмотреть работу, мы должны видеть и цвет. Нужного размера копии легко и свободно уместились в новом помещении. И в этом заслуга не только технологий. Сам процесс весьма трудоемкий, да и скульптур немало. Одними из первых новую экспозицию еще в неполностью открытом зале увидели дети. У нас был очень большой праздник в предновогодние дни, новогодние у Степана Эрзи. И ребят я привела вот в это новое помещение и сделала обзорную экскурсию. Но я запомнила возглас детей, которые переступили впервые порог этого зала, а они воскликнули «О, настоящий музей!» Чем дальше уходят годы жизни скульптора, тем значимее становится его творчество для новых поколений. Дети – это именно та аудитория, на которую в большей степени должно быть рассчитано культурное воздействие. В селе Баева музей и школы расположены в нескольких метрах друг от друга, поэтому самые частые посетители – это школьники. Это, наверное, в первую очередь дополнительная информация. Все-таки что-то новое всегда. Очень надеемся, что детский, я не знаю, ум, детская память, она цепкая. Все-таки, что когда что-то новое увидят, запомнят, расскажут дома. Потому что родители, мы взрослые люди. Вот спроси кого-то, очень редко бывают в музее. Ведь не каждый день ходим в музей, правильно? Я сама была на открытии этого выставочного зала. Их не отличить от оригинала. Они, вот этот дизайн современный, они, я думаю, могут привлечь не только старшее поколение, но и самое главное, молодое поколение наших детей к изучению творчества и, главное, наследию великого скульптора. Учитывая, что приезжие туристы, даже иностранные, уже бывали в этих краях и, конечно же, в музее, они вернутся сюда снова с еще большим энтузиазмом. И если раньше экскурсия ограничивалась только одним залом, то теперь она будет выглядеть примерно вот так. Степан Дмитриевич очень любил женские портреты и всегда старался делать разных женщин. Вот, пожалуйста, женский портрет, как бы говорящий о том, что вот женщина с прекрасной прической, с повернутым лицом, как бы смотрит на нас. Вот, следующий женский портрет тоже прекрасное лицо, изысканная прическа, горделивая осанка этой женщины, говорит, что, возможно, она из какого-то высшего общества. В Доме Эрзи считают, что число неравнодушных к творчеству скульптора вырастет в год до 6 тысяч. Помочь этому должны, без сомнения, грандиозные планы. Ведь потенциал музея еще не раскрыт. Мы будем говорить о новых создаваемых туристических маршрутах, чтобы село Баево вносили в туристический маршрут не только наши мордовские, может быть, туристические фирмы, но и выходить на туристические фирмы, например, Нижнего Новгорода, Чувашской республики. И даже вот, даже те паломники, которые едут, например, в Казанскую Ключевскую, и Пустошка нам сюда, они, может, даже будут сюда и заезжать. В Саранске закопийный фонд села Баева не переживают. И помещение, и сами скульптуры в надежных руках. Остается только сказать спасибо. Слова благодарности от нашего музея Владимира Васильевича Литюшкина, потому что именно с его посыла все этот проект, который мы называем «Время собирать», приобрел такие реальные черты. И, конечно, у нас не так много меценатов, кто помогает культуре, поэтому, в общем-то, это просто низкий поклон этому человеку. Но не все должно оккупаться, и по большому счету неважно, сколько это стоит. Да никаких сомнений. Вы знаете, если этого не будет, но мы зачастивеем, мир-то прекрасным делает искусство, культура. Но если этого не будет, ну, озвереем окончательно. Это стоит денег. Это дело государственной важности. Это не просто вот чье-то там, я не знаю, какое-то желание. Это дело государственной важности. Культура, искусство, живопись, скульптура – это необходимо никому-то, каждому из нас. На территории Мордовии есть много мест, которые потенциально могли бы привлечь туристов. Это подлесная тавла с ее вековыми традициями резьбы под дерево. Это старая теризморга с мордовским этнодомом. Однако экономических выливаний во все это, увы, почти не видно. Константин Курбатов, Игорь Гангаев. Программа «В центре внимания». Время басни в тему. Наш поэт, мастер иронической поэзии Сергей Белключевский не устает писать стихи на злобу дня и читать их для зрителей программы «В центре внимания». Уважаемые телезрители, эта рубрика нашей программы призвана высмеивать все пороки и недостатки, которые существуют в обществе и вызывают негодование у простых россиян. В этом выпуске прозвучат две басни. Первая называется «Вот такая правда». И шаг жирафа, как увидел, Чуть-чуть и дал бы стрякача. Его-то ростом бог обидел, а тут такая каланча. Он пять минут поколебался, но, супротив и шачьих сил, жирафу в кривь заулыбался и ненавязчиво спросил. «Скажи, чего тебе здесь надо? Ты претендуешь на мое? Мы тут горбатить спину рады, ведь здесь нас кормят, е-мое. Другого нет тут пропитания, в саванне адская жара. Мы все устали от скитания и одолела мошкара. Жираф сказал, «И я здесь сгину, я все худею с каждым днем. Ты за еду горбатишь спину, а мы еще и шеей гнем. Ведь нынче, чтобы не загнуться и был домишкой еда, нам всем приходится прогнуться. Или туда, или сюда. Тут против правды не попрешь, коль не прогнешься, не пожрешь». И вторая. О светских мартышках. Однажды как-то светская мартышка решила непременно замуж выйти. И хоть была не львица, а пустышка, немало проявила в этом прыте. Она со львом заигрывала ловко, беседу со слоном вела лукаво, умело применив свою сноровку, вскружить сумела голову удаву. Потом переключилась на жирафа, за ним на леопарда и на тигра. Всей знати от маркиза и до графа репертуар мартышкин был отыгран. И все же, как мартышка не старалась, как не пыталась вылезти из кожи, а вышло, что не замужем осталось, сказали ей, что та не вышла рожей. А нынче их, замужних, просто тьма. Все с рожей, вот только без ума. До следующей встречи. Это не все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня, но все, что успели. Все выпуски и сюжеты в центре внимания в любое время доступны на нашем сайте 10tvrm.ru и в наших аккаунтах в социальных сетях. В ютубе нас легко найти по запросу телесеть Мордовии. Я с вами прощаюсь до следующей субботы. Не переключайтесь. Редактор субботы.